У нас проходит сейчас осенний призыв, вооруженные силы проходят успешно. Так обеспечиваются меры против коронавируса при сборах, выдают ли призывникам маски, перчатки и антисептики. Перед прибытием на призывную комиссию, призывника проверят на наличие температуры соответствующей, выдадут маски, если нет, выдадут перчатки и призывники рассматриваем здесь в актовом зале на призывную комиссию. Если призывник с температурой или какие-то у него костяные признаки заболевания, тут же не только он, но и вся команда, с которой он приехал, с военного комиссариата, она отставляется от отправки, проверяются дополнительно, отправляются призывники только отдельным транспортом, и вагоны отдельные, и автобусы отдельные, самолеты. Какие войска направляются призывники и как распределяются между видами и родами войск? Решение о призыве принимает призывная комиссия района. Направляем призывников, учитывая их моральные качества, деловые качества, проведение профессионально-психологического отбора, по результатам которых выносится решение направлений в те виды или рода вооруженных сил. Наиболее крепкие призывники, спортсмены, они направляются в части военно-морского флота, в спецназ, в ВДВ, и около 30% призывников направляются в ведомственное министерство обороны, это такие как МЧС, в национальное гвардии. Очень много уже ребят с высшим образованием идет в армию, а вот конкретно есть статистика, сколько у нас действительно уже выпускников вузов, и сколько из них попадает в научные роты? Вот у нас что, брать по нашему военному комиссариату, мы отправляем. У нас 4-5 человек направляются в научные роты. От военного комиссариата города Москвы в целом, на настоящее время уже отправлено в научные роты около 50 человек, всего у нас 16 научных рот. Служба, альтернативная служба, которая проходит в вооруженных силах, дальних округов, там 18 месяцев. Если призывник призывается на оперативную службу в гражданские учреждения, там 21 месяц. Это и хосписы, это и госпиталя, где не хватает медицинского персонала и так далее. Куда направляют призывников, как распределяется, есть ли возможность, например, те, кто в Москве проживает, и его родственник проживает в Москве поближе к дому, или это все распределяется на усмотрение военкомата? Как правило, призывников, проживающих в городе Москве, направляют воинские части западного военного округа, которые расположены на территории центрального, северо-западного федеральных округов. Кроме того, в соответствии с 53-м федеральным законом, призывники направляются в соответствие с теми пунктами, которые изложены, то есть имеющие право недалеко убывать, по семейным обстоятельствам и так далее. Хочется отметить высокое качество призывников. Ребята сами изъявляют желание проходить службу. Придя в армию, они видят отношения, которые сейчас. Обстановка очень хорошая, располагающая, располагающая и к заключению контракта. И из тех, которые, вот я уже третий раз повторяюсь, не хотели вроде бы идти служить, они не только служат, они еще остаются и контракт заключают. Продолжение следует...